Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же интересненького бабулька заказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою косметику на ebay, потому что я не люблю подделки, я люблю подлинную корейскую косметику. И эта посылка всего за три дня до меня добежала, долетела, доскакала с помощью службы доставки FedEx, за что я, как всегда, огромное спасибо. И у нас сегодня с вами опять невероятная посылка, огромная, здесь, наверное, килограмм семь косметики. Я еле дотащила ее из прихожей, понадеялась на свои силы, надо было мужа подключить, но я все-таки ее дотащила, поставила. И сейчас мы с вами будем смотреть, что же в ее недрах таится. Вот, и вот, вот эти самые загадочные недры, где чего только нет. И не забывайте подписываться на мой канал на Бабушкинский, потому что три раза в неделю у нас с вами вот такие вот красоты, новейшая, просто новейшая корейская косметика в Сеуле вышла через неделю или через максимум две у меня на столе. Распаковываем, тестируем, пробуем, нюхаем, смотрим и думаем, надо ли оно нам это или не очень. И здесь вот такая у нас сегодня снова огромная гора косметики. Я заказываю очень много корейской косметики, потому что буквально каждый день выходят какие-то новинки, и как блогеру мне хочется за ними, естественно, следить, и у меня даже не обошлось без производственной травмы. В прошлый раз я подняла две большие посылки, но решила, что мне же 19, да, и у меня разыгрался Ишас. И теперь бабушка хромает, наконец-то оправдывая свой титул бабушки. Но давайте скорее избавлять все это от хлопушек. И сегодня у нас с вами снова невероятное, совершенно невероятное количество косметики, поэтому воспользуемся нашей стародавней традицией, разделим это на две распаковки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы и вторую часть не пропустить. И сегодня я хочу начать, я хочу начать с очень интересного средства. Это моя повторилка, она мне очень хорошо знакома, и это тканевые маски с глиной. Вы спросите, бабка, что ж ты к зиме решила заняться глиной, это дело летнее, и вопрос ваш не будет лишен справедливости, но на самом деле жирный блеск, большие поры, а особенно возрастные, не оставляют нас в покое и зимой. Но глиняные толстые маски даже на креме, на кремах, не хочется использовать зимой, чтобы лишний раз не подсушивать кожу, поэтому в дело вступают глиняные тканевые маски. Эффект как от глиняной, увлажнение как от тканевой. Эти маски очень люблю, давно ими пользуюсь. И здесь, когда я использую эту маску, в ней нет никакого намека на глину, что интересно, но работает замечательно. Кроме того, что эта маска сужает поры, она очищает их просто волшебно. И я должна сказать, что если после одной глиняной обычной маски у нас сразу виден эффект, все поры стягиваются в одну точку к носу, то для того, чтобы от такой нежнятинки, от тканевой глиняной маски увидеть прок, нам нужно, конечно, использовать вот такой курс. Использовать их можно на ежедневной основе, как тканевые маски. Если же нет такого прям ужас-ужас-ужас с порами, и жирный блеск особо не достает, то можно растянуть удовольствие вот этот курс и делать по две, по три маски в неделю. Все зависит от вашей кожи. И давайте я вам покажу, какая маска сама по себе. Она очень приятная, нежная, она еще и красивая. Это розовая глина. Во Франции очень много выпускается средств розовой глины. По-моему, она оттуда и привозится. Очень интересная. И пахнет это все нежной-нежной розой. Не болгарской розой маслянистой, не химической, а самой настоящей, свежей, только что срезанной розой. Очень приятная основа. Она плотненькая, но эластичная. И легко наносится на кожу, легко распределяется. Ткань многоплановая. То есть здесь несколько этажей переплетений, что это дает. Это задерживание сыворотки. То есть когда мы наносим эту маску, активная сыворотка облагораживает не комнату, в которой мы сидим, не в воздух-комнате, а нашу кожу. Это удовольствие. Волшебный абсолютно аромат. Мне настолько нравится. И вот такое совершенно, я считаю, чудодейственное средство. Так, ну маску сразу на кожу. Что ж, поры не дреблют. Я думаю, все возрастные девушки меня поддержат. С возрастными порами очень сложно справиться. И по большей части это получается при влиянии сразу двух направлений. Это внешние, то есть мы стягиваем поры глиной, например, рта или специальными утягивающими поры масками, тонерами, чем угодно. И изнутри. То есть коже надо вернуть эластичность и упругость. Так, это мы с вами рассмотрели. У меня комментарии начали поступать очень интересные, что я недостаточно показываю средства. Вот недостаточно. Недостаточно я не знаю это как. Может быть мне их начать на спиртовке тут растворять. Что с ними будет при растворении. Я затрудняюсь сказать, и я даже немножечко приобидилась, потому что наткнулась в своих поисках, изысканиях в Ютубе на одного потрясающего блогера, владелица магазина. Она показывает средства вообще вот так. Вот это вот крем, вот такой. Вот он это делает, вот это. То есть человеку даже жалко распаковать упаковку, имея магазин, чтобы по крайней мере баночку-то оттуда достать. Поэтому народ, ну давайте уже не зажираться. Вот убедительная просьба. И раз уж я взяла в руки этот крем, это витаминный лифтинговый крем от бренда, который, ну вряд ли что-то вам его название скажет. И это косметический бренд. Я все время на моем канале тестирую самые разные средства, самые разные бренды. Нас тут встречают очень вежливой надписью, и все бы хорошо, но она на корейском языке. И чем мне понравился этот крем? Это крем, ну как мы, наверное, видим уже по упаковке, с большим сочетанием витамина С. Но здесь есть еще витамин В3 и витамин Е. Почему так радует? Особенно витамин Е. Витамин С без него, ну скверно, скажем так, усваивается. Очень интересную посмотрела лекцию профессора российского, который рассказывал в доступной форме о том, что как употребимыми внутрь, так и снаружи, витамин С должен быть в каких-то комплексах, поддерживающих его ингредиентов. То же самое было очень интересно про омегу-3, что она может вызвать даже нежелательные процессы, если ее использовать без костылей. И вот такой крем с левовращающим витамином С. Это легко усваиваемый, вы... 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 выма... вы... выма... легко усваиваемый витамин С, извините. Я обычно такой вырезаю, но... ну пусть будет. Пусть люди знают, что творится иногда за кадром. И это крем, который обеспечивает не только лифтинг кожи. Витамин С это, конечно же, антиоксидант. Об этом креме рассказывали очень-очень, скажем так, достойные корейские блогеры, к чьему мнению я прислушиваюсь, и очень хвалили лифтинговый эффект от него. Это крем не для самой возрастной кожи. Это для моих любименьких малявиц. Да, 30, 30 плюс, 25, 25 плюс. Это мои маленькие девочки. Да, для которых я все время стараюсь на канале найти что-нибудь новенькое. Для самой возрастной кожи, я полагаю, этот крем не будет уже актуален. Что в нем интересно? В коже он исчезает, но здесь сливочная консистенция. И сразу скажу обладательницам жирной кожи, заказывать вам его не нужно. Для сухой кожи, для нормальной на зиму. Он промерит. То есть вы видите, что он закатывает кожу в красивое состояние сразу же, что делает его замечательным, конечно же, дневным кремом. Но он, в принципе, и для ночного, и для вечернего использования. Здесь очень хорошо подобраны друзья витамина С. Мне очень понравилось, как именно вот прямо по лекции российского профессора корейский бренд косметистический выпустил крем. Здесь в этом креме также работают очень незаметные глазу светоотражающие частички. Он немножечко-немножечко блюрит кожу. Ну, в чем это выражается? Морщины, как от корейского люкса, не скрадываются. Это вам сразу говорю. Но, но, именно вот такие какие-то мелкие изъяны кожи он устраняет. Я думаю, что за счет колоссального напитывания. И он в кожу входит вот такой, как красивый праймер. И к тому же, к тому же, он просто делает кожу холеной на вид. Вот такой интересный крем с витамином С. Его нужно пройти вот таким курсом в баночку. И замечательное средство. Оно у меня отправится к ребенке, потому что ребенке уже 28 лет исполнилось. И проблемы начали вылезать. Девушки часто спрашивают, когда кожа начинает считаться возрастной. Первые процессы старения начинаются в нашей коже после 25 лет. А дальше уже как генетика, уход, среда обитания, продукты питания, физическое активное. Все это начинает влиять у каждого по-разному. Поэтому у кого-то в 40 лет возрастная кожа начинает быть возрастной. У кого-то в 35, у кого-то в 28. Это все очень растяжимое понятие. Нужно просто смотреть на кожу. Поехали дальше. Это очень интересное средство. Я его выкопала с сайта своего знаменитого, с тысячами новинок корейских, корейского. И сразу же попросила торговца положить его в магазин. И он его нашел. Что здесь интересно? Мы все с вами любим медипил. Ну, по крайней мере, я его очень люблю. И в группе у нас тоже многие его любят. Это ампула от бренда, который идею занял у медипил. Но он ее расширил, углубил и улучшил. Здесь знакомая нам форма. Все это немножечко не так красиво оформлено, как у медипил. Эти знаменитые ампулы с дронами, с червячками. Все это в более скромной упаковке, но оно и стоит значительно дешевле. Здесь сэкономили на упаковке, но совершенно не сэкономили на составе. Состав с пептидами шелка. И эти пептиды шелка брендом запатентованы. Здесь абсолютно такая же на вид формула. Абсолютно такой же метод использования с помощью шприца. Но здесь огромный комплекс пептидов. Больше, чем у медипил. Здесь несколько видов гиалуроновой кислоты. Здесь больше антивозрастных ингредиентов, чем у медипил в его аналоге. Поэтому, если любите ампулу медипил, то задолбались за нее все время переплачивать. Обратите ваше внимание вот на эту баночку. Как это все работает? Ну, похоже, баночка на упаковку. В аптеке у нас, да, в России продается бифидобактерин. Деткам творожок делать. Я не знаю, продается сейчас или нет. Открываем шприц. И архиважно вот эту хрень не потерять. Потому что забор происходит средство вот так. Так, взламывать все это не нужно, ни в коем случае. Любит у нас народ взломать, перемешать, раскурежить. Как дети малые, честное слово. Потом жутко на меня обижаются. Испортят крем, перемешают его в банке. Потом начинают бегать по всему интернету, писать, какая бабушка злая. Что надо перемешивать. Она говорит, не надо. Нет, не надо. И вот эти вот дроны. Собственно говоря, почему их не надо извлекать и перемешивать. Вот смотрите, здесь такие шелковые червячки. Золотистые, да? Вот, теперь я это нанесла. Теперь могу туда пальцем залезть. К нашей совместной радости. И вот эти золотистые червячки, это запатентованная совершенно необычная хрень. Здесь сочетаются нити коллагена с золотым шелковым пептидом. Золотой шелкопряд существует. Да, я тоже думала, что это из той же серии, что рыболовы чистили рыбу, у них омолодились руки. Нет, действительно существует. И вот эти нити попадают на кожу. Сейчас от теплокожи они начинают у меня растворяться. Прямо в ней. Видите, что происходит? Очень надеюсь, что видите, у меня старенький телефон. Так. И нити начинают растворяться. Что нам это дает? Ингредиенты попадают в кожу абсолютно свежими. Как из лаборатории. Что это дает? Во-первых, меньше консервантов кладется в средства. Во-вторых, они глубже проникают в кожу. И, конечно же, эффективнее работают. Средство насыщенное, красивое. И того, что я здесь нанесла, хватит раз на 7, а то и 10. За счет большого количества гиалуроновой кислоты средство необыкновенно скользкое. Вот эти можно натереть пол планеты. Это вот моего двухметрового мужа можно покрыть с ног до головы. Вот этим всем. То есть, вы видите, да? Чавкает все это на руках, плюхается. Очень маленький расход. У меди пил он больше. Поэтому, поэтому давайте смотреть, что у нас теперь на коже. Сейчас я сниму избыт. Излишки. Это невозможно сейчас рассмотреть. У меня теперь, кроме левой руки, получает огромное количество косметики. Еще специальная тряпочка. У меня вот тут лежит тряпочка. Я вам не буду показывать. Не для этого. Не для демонстрации. Вот эта тряпочка получает такое количество косметики, что она у меня уже тут омолодилась. И посмотрите, какая нежная, мягкая кожа, если нанести столько, сколько и нужно. Впитывается быстро при человеческом нормальном нанесении. И делает сразу кожу мягкой и эластичной. Для чего это средство? Устранение морщин. Пептиды это всегда о морщинах. И возвращение кожи эластичности и упругости. Чем занимается обычно шелк. И интересная новинка, интересное средство для тех, кто любит аналог от MediPill. Очень рекомендую. Так, давайте все это красиво положим. И эту ампулу конкретно я сейчас добавлю в свой антивозрастной курс. У меня девушки очень часто спрашивают, ну как же вы говорите, что должна быть однолинейная уходовая рутина. И все время используйте какие-то средства. Рутина у меня однолинейная. Это тонер, сыворотка, крем, эмульсия. Зачастую и умывалка, и средства для снятия макияжа все из одной линии. Поэтому не происходит ничего особенного. Ничего особенно критичного. Если одно из средств, то я на какое-то время заменяю. Плюс ампулы. Вот, например, эту ампулу я буду использовать с моей эссенцией, очень жиденькой. И они прекрасно у меня будут дружить. То есть в свою совершенно однородную линейку для пущей активации. Я и для тестирования, конечно же, и вставляю другие средства. Давайте двигаться дальше. Что-то тут такое интересное от бренда Сульвасу. И первое, что мы замечаем, бренд Сульвасу явно меняет упаковки. Посмотрите, она более современная. Она уже не такая корейская. Она уже ближе к Европе. Многие корейские бренды начали этим заниматься. В особенности это, кстати, видно по снадобьям. Исчезли вот такие красивые баночки, как раньше были. И они стали более современными. Очень красиво, я считаю. Корейцы одаренные дизайнеры. Да, я думаю, здесь ни для кого не секрет. Что здесь? Я думаю, здесь спатула. Я правильно думаю. Вот так красиво. Ой, какая спатула! Люди добрые! Это самая удобная спатула. Смотрите, почему она будет стоять у меня около крема. Так, вот. Вот это средство, которое я так ждала. Новая линия, новая амфора. От корейского люксового бренда Сульвасу. И это линия антипигментационная. Вы знаете, вся упаковка роскошная. Вот это все, оно рифленое. Оно очень красивое. И амфора. Давайте-ка на темненьком фоне я вам ее покажу, чтобы вам видно было. Здесь вот другой набор имитированный. Мы обязательно скоро откроем. Но вот на темном фоне вам будет лучше видно. Это пластик, конечно, но ощущение, вы знаете, фарфора. Ощущение фарфора, что я держу в руках фарфоровую вазу. И это антипигментационная линия от Сульвасу. Чем хорош бренд Сульвасу с точки зрения антипигментационного ухода? Они учитывают прежде всего нужды возрастных женщин. Вообще корейский люкс в Корее молодежь не использует. Это бывает крайне редко. Я вижу такие средства, наверное, у блогеров уже за 30, не раньше. Иногда молоденьким совсем блогерам-миллионникам дают, конечно же, рекламу. Но по сути своей в обыденной жизни такими средствами пользуются дамы возрастные. И не потому, что у них больше денежек, а потому что молодой кожи просто такое обилие уходов ингредиентов еще элементарно не нужно. Ничего не случится с вашей кожей нехорошего, если в юном возрасте вы будете использовать люксовую, активную косметику. Чушь несут, привыкнет, еще что-то. Много ерунды рассказывают в интернете, но не вся она правда. Это как не все правда, что на заборе написано. Но если вы приучите смолду к люксу, к хорошему, ничего плохого не будет. Просто ваша кожа не съест все, что в нем есть, и не воспользуется всеми возможностями, которые он дает. Посмотрите, какое оформление, какой дизайн. Это потрясающе. Давайте смотреть, что за крем. Ой! Аромат! Аромат полностью поменяли. Если раньше кто-то не мог пользоваться сульвасу из-за старушачьего, скажем так, из-за старушачьих отдушек, ну такая травка, залежавшаяся. Знаете, бабушки любят перекладывать одежду травами. Многим этот запах нравится. Там немножко было примеси алтейки. Интересные были ароматы. Мне они нравились. То здесь любители европейской косметики, скажем так, свой нос ничем не оскорбят. Аромат теплый, на основе сладковатых, но ни в коем случае не приторных цветов. И это напоминает... Здесь есть миндаль в этом запахе. Кто миндаль любит? Есть очень много приятных каких-то сочетаний. Трав не чувствуется вообще. Нежнейшее сливочное средство. И здесь, кроме антипигментации, роскошный, омолаживающий комплекс антивозрастных ингредиентов. Это травы. Притом, если в каком-то нелюксовом средстве, корейском, травы, вот они так в рядочек идут, и травы, здесь это все дело объединяется в комплексы. И вот эти комплексы засекречены. То есть мы в составе видим вот такая-такая-такая травка, но мы не знаем, как их объединили и обработали совместно. Вот такие вот хитренькие корейцы-люди. Правильно делают? Правильно? Хотите вот спионерить у медипил форму производства средства? Пожалуйста, формула фиг вам. Индейское жилище рисует. Крышка очень тяжелая. Очень тяжелая. Это действительно иллюзия, полная иллюзия, впечатление, что мы пользуемся восточной амфорой. Напишите, пожалуйста, любители Сульвасу и прочие любители корейской косметики, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая форма упаковки. Я вам сейчас покажу старую, кто в первый раз на моем канале. Примерно вот так выглядели средства от Сульвасу. Точно так же выглядели все их кремы. Здесь был ярко выраженный вот этот травный аромат. Сейчас линия от пигментации изменилась в свою форму полностью. Она выглядит теперь вот так. У меня много отзывов есть об антипигментационной линии от Сульвасу. И для кого эта проблема актуальна, у меня есть целое видео о том, как успешно бороться с пигментацией. И так же не менее успешно ее не допускать. Потому что всегда легче не допустить, чем потом дорого-долго идут, но от этого избавляться. И вот такая роскошная появилась амфора. Кроме изменения формы претерпел изменение аромат и претерпели изменение, конечно же, состава. Их каждый раз улучшают. Ну, а смысл, да, не улучшать? Ну и давайте с вами сегодня на сладкое, да, на сладкое. Мы с вами распакуем вот эту коробку, которую я успела не только достать, но и благополучно заляпать своими руками в драгоценном креме от Сульвасу. Но, уверяю вас, содержимое от этого хуже не стало. Это лимитированный набор от корейского люксового, опять-таки, бренда The History of Voo. Это мини-версии. Одной из самых потрясающих линий. Таких мини-версий у них сколько угодно. Что же интересного в этой? Почему она оказалась у меня на столе? У меня же на столе, оказывается, все только самое интересное. Здесь есть новая сыворотка. Она недавно вышла вот в таком роскошном, лимитированном издании. И этот набор попал в мои хотелки. То, что я хочу к Новому году, к Рождеству, получить от Деда Мороза. Если вы еще не смотрели мое видео, загляните, пожалуйста, там не только корейская косметика. Там и потрясающее, утягивающее белье от одной звезды. Там есть абсолютно удивительные помады, парфюмы. И много чего интересного. Заглядывайте. Рекомендую. Меня девушки в комментариях писали, сейчас нахвастаюсь, что кто-то уже оттуда выбрал свои хотелки и подарки. Вот так вот. И этот набор позволит за очень скромную денежку, особенно по сравнению с лимитированными и обычными изданиями, познакомиться с этой линией. Фиолетовая линия – это премиальная линия от люксового бренда. Премиальный – это значит лучшее, на что способен бренд. Таким образом, премиальные линии есть и в масс-маркете, и в миддл-маркете, и, конечно же, в люксе. Вот это люксовый премиум. И вот это масло масляное имеет тенденцию очень быстро и заметно омолаживать самую возрастную кожу. Комплексы растительных экстрактов из знаменитой китайской книги о медицине, с помощью которой омолаживались, поддерживали свою красоту и здоровье члены императорских восточных фамилий. И это действительно средство для императриц. Сыворотка абсолютно волшебная, шикарная. Сейчас я вам покажу ее консистенцию. Это средство для самой возрастной кожи. И посмотрите, какая сыворотка. Думаете, это крем? Нет, это сыворотка. И она действительно вот такая вот насыщенная. Но почему опять-таки я настаиваю на однолинейном уходе? В этой же линии тонер, который мы наносим под сыворотку, он подрастворяет ее снизу и она вливается в кожу как родная. Поэтому если купить одну вот эту сыворотку и с каким-нибудь другим тонером ее взять и объединить, не факт, ой, не факт, что она хорошо ляжет на кожу. Здесь все средства не только рассчитаны одно под другое с точки зрения впитываемости, комфорта и усваиваемости кожи. Здесь подрасчитаны-то и эффекты. То есть вся эта линейка будет действовать значительно мощнее, чем, нежели вы возьмете, да, вот эту купите сыворотку, например, в пробниках и забабахаете ее в какой-нибудь масс-маркетовый, допустим, уход. Лучше взять мини-версии всего набора. И какой порядок использования? Это тонер, сыворотка, эмульсия, крем для кожи вокруг глаз, крем для лица. Крем для кожи вокруг глаз в этой линии это отдельное произведение искусства. В моем личном Эрмитаже он широко представлен, но это вот любимая моя версия от него. Сейчас вышли и другие версии такого же оттенка. И я, конечно, уже на них тоже глаз положила. Собственно говоря, вот эта красивая, роскошная спатула, которую вы видите в каждом вам видео, это вот от этого крема с фениксом. Тот же крем есть и в этом наборе. Крем абсолютно волшебный. Это сливочная консистенция. Но давайте лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посмотрите, какая роскошь. Опять вот отсылок тем, кто меня ругает, что я недостаточно показываю. Милые, вот просто напишите, что же вам еще показать, чтобы вам было достаточно. Распаковываются люксовые наборы, все показывается. Я пользуюсь этими средствами. Я, знаете ли, их не перепродаю. Они все оседают у меня. В лучшем случае это идет на подарки. Притом я никогда не дарю открытые мною баночки. Вот эту баночку я уже дарить не буду, потому что я в нее залезла. И вот такой сливочный, роскошный совершенно крем. Но плотненький. Как его наносить? Берем маленькую кукулечку крема, растираем между средним или указательным пальцем, кому как удобно. И потом, когда крем разогрелся, вот этим протаптываем кожу вокруг глаза по косточке. Ни в коем случае не в мешки. Если наносить корейские люксовые кремы, вот так вот, как мы, втирать, да, у нас дамы любят, втирать надо, чтобы до мозга пропитался, заразок он уплочен. Нет. Эти кремы только втаптывают в маленьком количестве в коже. Если взять лошадиную дозу и начать втирать, у вас могут появиться отеки. И вы можете начать писать в комментариях, корейский люкс не работает, нас обманывают. Нет. Корейский люкс прекрасно работает, если уметь им интеллигентно пользоваться. Абсолютно потрясающий набор. Ой, какая прелесть, как у меня красиво с этим, то будет смотреться. Сил нет. И это пробники. Это не лимитированное большое издание. Это пробники. Это за бюджетную цену возможность познакомиться с этой линией. Да. А лимитированные издания большие. Вот так они у них и выглядят. Вот такое сегодня получилось видео. Кроме того, что бабушка перепачкала красивую коробку, бабушка все-таки рассказала, я думаю, вам много ценного, интересного и нового. И обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вторую часть вот этого марлезонского балета. Вот такая сегодня получилась распаковка. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо за ваше время и до следующего раза. Всем пока!